Снимай так, а то что-то крем пропадает, когда ты снимаешь. Нас пришли поздравить наши друзья, наши, скажем, побратимы, те, которые запускали магазин, те, которые помогали магазину. И хочу представить слово и представить вам человека, без которого не открылся торговый центр новой линии в Херсоне, это без преувеличений, депутата Херсонского городского совета Погребного Юрия Борисовича. Спасибо. Дорогие херсонцы, у нас с вами сегодня, правда, большой праздник. Год назад нам удалось реализовать проект в городе вот в виде этого замечательного торгового центра. Это было, правда, непросто. К сожалению, не всегда в нашем городе хорошо и тепло встречают инвесторов, но нам удалось преодолеть сопротивление потенциальных конкурентов этого замечательного торгового центра, и мы его открыли. Этот год показал, что этот магазин очень нужен нам, и вам, и всем остальным херсонцам, потому что это замечательный ассортимент. Это цены, которые упали значительно ниже в наших торговых сетях, строительных магазинах и так далее. И просто это замечательный магазин, в котором красиво, а в жару прохладно, Владимир Николаевич, просто можно спасаться от тепла. Я вас всех поздравляю с этим праздником. Дай Бог, чтобы в нашем городе росли такие торговые центры, дай Бог, чтобы наш город развивался. Удачи вам. Спасибо. Я приглашу к этому микрофону человека, который тоже всеми силами помогает развиваться наш дом. Человеку, который понимает, что надо нашему городу. Человеку, который старается изо всех сил сделать наш город лучше и красивее. Дорогласного совета Ротова Алена Ильинична. Здравствуйте, херсонцы. Мы все с вами херсонцы. Только мы еще и общественная организация херсонцы, которая именно это гордое имя носит. Знаете, для меня сегодня огромная честь быть приглашенной на первый праздник. На такую юбилейную, не юбилейную, но дату, один год работы этого предприятия. И я хочу еще раз, в третий раз подчеркнуть, что именно благодаря настойчивым усилиям такого человека, как Погребной, который сегодня активный член нашей общественной организации херсонцы, а у нас все такие, состоялся этот проект под названием «Новая линия». Наша цель и задача, задача будущего, чтобы такие проекты в нашем городе открывались каждый год. Не конкуренты «Новой линии», а в других профилях, в других совершенно товарных группах, в других, может быть, социальных проектах. Но только наш город должен быть открыт. Открыт абсолютно для инвестора. От себя хочу сказать, чтобы вы понимали, что такое проект «Новая линия». Вот все говорят, мы живем в депрессивной дыре под названием «Херсон». Это не так. Уже год назад мы шаг за шагом доказываем, что наш город может быть лучше, краше, красивее. И, пользуясь сегодня случаем, я приглашаю вас завтра на восстановленный, реконструированный проспект строителей, где на месте мусорной свалки завтра будет открытие проспекта, где мы все вместе с моими активными членами организации «Херсон» и вместе с вами отпразднуем эту дату. Хочу, чтобы вы знали, что такое «Новая линия». Полмиллиона гривен ежемесячно в виде налогов попадают в прямым траншем городской бюджет. Это «Новая линия». 500 работников, которые имеют заработные платы выше 3000 гривен и далее, также сегодня работают на этом предприятии. Если в каждой точке нашего города, в каждом микрорайоне откроется нечто подобное, все у нас изменится, я верю в это. Но от нашей общественной организации именно в бело-желто-зеленых тонах мы дарим этот торт сегодня и эти цветы. Спасибо вам большое. Продолжение следует... Продолжение следует...